Ну все тут уже в курсе, да, что вечером 30 августа в Москве возле своего подъезда был избит мой коллега, журналист Эхо Москвы и видеоблогер Егор Жуков. Вот так вот парень выглядел, когда врачи скорой помощи привезли его в больницу для снятия побоев. Широкой публике молодой человек может быть известен по так называемому московскому делу. Ну помните события годичной давности, когда столица городских депутатов собиралась выбирать, а кандидатов от оппозиции поголовно снимали с регистрации. И вот тогда случились массовые протесты, что проходили по всей Москве в течение нескольких недель. А Жукова после к этой истории прикрутили и осудили за якобы призывы к участию в несогласованных митингах. Прокуратура просила приговорить студента к четырем годам колонии из-за публичных призывов к экстремизму в нескольких роликах на его ютуб-канале. В ФСБ не нашли в словах Жукова прямых призывов к насилию, однако по определенным словосочетаниям сделали вывод, что блогер подталкивал аудиторию к насильственным действиям. Впрочем, попытки московских властей запугать обернулись обратной реакцией. У парня лишь популярности прибавилось. Но довернемся в день сегодняшний. Примечательно, что нынешнее нападение уже второе за последние пять недель. 24 июля на Жукова также напали и тоже возле подъезда дома. Тогда, впрочем, журналисту удалось убежать. Серьезных травм молодой человек не получил и вот опять. Впрочем, сказать сейчас хотел не об этом. Потерпи чуть-чуть и все поймете. Начинаем! У меня на самом деле во всей этой истории по другому поводу вопросы возникают. Два нападения с интервалом всего в один месяц в одном и том же месте возле подъезда, повторюсь. И вообще никаких подвижек в плане расследования. Ну хорошо, с момента последнего нападения прошло совсем немного времени, пара дней всего. Но после 24 июля месяц минул. Хотя бы подозреваемые какие-то у следствия образовались. И вот почему я так уверен, что эти самые подозреваемые просто обязаны были появиться. Внимание на экран. Любой, кто жил в Москве, видел на подъездах вот такие камеры. Они могут выглядеть вот так, вот так, ну или вот так. И это не просто камеры. Это гордость Сергея Семеновича Собянина. Это московская система видеонаблюдения. Сейчас установлено примерно 200 тысяч камер, из которых 100 тысяч именно на подъездах. Вот карта с камерами с сайта мэрии Москвы. На ней каждый спальный район города сейчас выглядит вот примерно так. Так, районы просто забиты этими самыми камерами. Невозможно зайти в подъезд и не попасть в объектив. Именно. У нас сегодня вся Москва утыкана видеокамерами. Да что там Москва. Все крупные города страны на организацию этого видеонаблюдения тратятся колоссальные деньги из бюджетов. И не только, кстати, на видеонаблюдение. Там еще такая примочка есть, как программа распознавания лиц. Она тоже стоит. Чиновники, стражи порядка и, конечно, пропагандисты. С завидным постоянством рапортуют. Граждане россияне, это для вашей же безопасности. Спасибо, потом еще скажете. До конца года в Москве установят еще 7 тысяч камер видеонаблюдения. И с их помощью полиция раскрывает порядка 70% преступлений. А также ищут пропавших людей и даже потерявшихся животных. И животных они, видишь ли, даже пропавших могут искать. А вот этих вот животных, что на Жукова нападают вместо завтрака, обеда и ужина, что не нашли до сих пор. Причем то, что те камеры точно работают, гадалки не ходи. Ну, давайте вспомним любой несанкционированный митинг в той же Москве. Ведь в течение пары дней активистов вычисляют на раз-два просто. А как только настоящее преступление случилось, че, Бобик сдох. Хотите, забьемся прямо сейчас, что злодеев в итоге не поймают. Даже если общественность давить начнет, прям варианты возможные перечислю. Например, выяснится, что камеры в районе, где живет журналист, именно в те дни не работали. Была какая-нибудь профилактика по тому, что... Или что-нибудь сбоило. А даже если съемки найдутся, вдруг они все равно потом потеряются. Считайте, что у меня третий глаз на лбу, что я ясновидящий. Но будет именно так. Спорим. Это реальная журналистика. Как же надоело беззаконие, если честно. Поехали. К слову, с отравлением Навального-то ведь та же самая история. Человека чуть не угробили две недели назад, и я сейчас в прямом смысле. Политик в коме. На аппарате ИВЛ находится. А правоохранители опять ничего. Одно сплошное невнятное бормотание. Изучаются материалы. Проводятся оперативные мероприятия. И то не напрямую нам это рассказывали. Через цепных бредоносцев. В кофейне в городе Том, города Томска, где блогер утром пил чай, обещают изучить видео с камер наблюдения. Агентство Интерфак сообщает, что транспортная полиция организовала проверку информации о том, что Навальный мог получить пищевое отравление в аэропорту Томска. По информации МВД, специалисты уже на месте. В авиакомпании Севен уточняют, что во время рейса пассажир ничего не ел и не пил. А затем и вовсе выяснилось, что оснований для возбуждения дела-то нет. Причем, что лично меня повеселило. Сказал это Песков. Не представителем МВД, обращаю ваше внимание. Не представитель Следственного комитета. И даже не представитель прокуратуры. А президентский пресс-секретарь. Слушайте, может быть я что-то пропустил, пока был в небольшом отпуске. И господина Пескова успели назначить руководителем какого-то силового ведомства. Нет. Тогда при чем тут Песков? И почему все-таки российские органы правопорядка не хотят хотя бы создать видимость, будто они работают с какими-то версиями? Нет, и все, что тут расследовать? Действительно. Молодой здоровый мужик. Вдруг оказался на больничной койке. Прибывает между небом и землей сейчас. А причин для паники нет. Это ж нормальная практика. Шел, упал, очнулся. Гипс. Здесь очень важно выяснить, что же стало причиной понижения уровня Хулинистараза. И как раз вот эту причину ни наши медики, ни немцы пока установить не смогли. Ах, вспомнил, наконец. Навальный же перепил просто вот и впал в кому. Ну, это та облев***ина, простите. Которой пропагандисты в данный момент наших соотечественников кормят. Печально, что некоторые типа приличные журналисты и блогеры в обсуждение данной чуши включились, да и вы уши развесили. Друзья, давайте расставим все точки над «и». Кто есть вот этот самый Навальный? Он что, забулдыга какой-то или недорэпер, которого то и дело таскают по наркологическим клиникам? Нет. Это политик, претендующий на лидера российской оппозиции. С ним разговаривают в том числе очень серьезные люди там. Именно разговаривают. Прислушиваются к мнению этого человека. За ним наблюдают те, кто, повторюсь, от кого зависит что-то в этом мире. К слову, вот обложка журнала «Шпигель» крайнего. Не знаете, что такое «Шпигель»? Это очень авторитетное издание в Германии, да и вообще в Европе. Они там не пишут про кого угодно. На их страницах фото Путина не часто появляется. А про второго человека в нашей стране, Мишустина, там и вовсе ни разу публикации не было. А Навальный вот им интересен, к чему я это. А вы правда думаете, что люди, принимающие решения планетарного масштаба, поставили бы на алкаша? А сам Алексей Анатольевич, как считаете, этого не понимал? Не понимал, что возможность оказаться на таких вершинах дается далеко не каждому. И чтобы спустить в унитаз этот счастливый билет по глупости, по пьянке, нужно быть полным идиотом. Тогда почему вы доверите в данную ерунду? Хотя я знаю ответ. Может потому, что сами такие? Может потому, что лично вы бы свой шанс реально пробухали? Ну и чтобы не на грустной ноте, ой, я прям ждал, когда же эту шарманку наконец заедут, случилось. В СМИ появилась информация, в Хабаровском крае зафиксирован небывалый рост заболевших коронавирусом. 10 с лишним тысяч пострадавших там за последнюю неделю вывели, и эта цифра растет. Да кто бы сомневался? Люди ж на массовые протесты 50 дней к ряду выходят, десятками и даже сотнями тысяч митингуют. И что с ними делать, бог его знает. Точно! У нас же есть козырь в рукаве, страшнейший недуг современности. Меня правда удивляет, почему всего 10 тысяч заболевших, а не 50 там, или не 100. И как, кстати, этих больных выявляют? По-моему, для всей страны оно до сих пор загадкой остается. Лично я из Яндекса по утрам узнаю об этом, причем в такой традиционно-россейской манере. Какой-то источник, у которого всегда нет ни имени, ни фамилии, в каком-то штабе, что кто же фиг знает, где находится, сообщил. И мы должны в это верить. Вы нам пруфы уже какие-нибудь, представьте, надоели эти ссылки на надписи на заборах. Старин, к слову, еще говорил, у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Вот и вы нам, пожалуйста, конкретики уже какой-то подкиньте. А пока, как Станиславский, не верю. Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим. Судим, а я за Сим спешу откланяться, пока. Пока.